Девочки, я приехала с магазина Икеа, и только посмотрите, какую красоту я там взяла. В общем, хочу создать уют в квартире, создать такое весеннее настроение, буду делать уборку. Вот, и взяла я, смотрите, цветочки, здесь и вазы, и свечи, в общем, красивый разный декор. И взяла, кстати, как искусственные цветы, вот это пионы, это искусственные цветы. Я вполне нормально отношусь к искусственным цветам в доме, но также вот здесь есть и живые цветочки. Потом взяла вот этот вот бамбук счастья, когда говорят, он в доме стоит, он приносит счастье, благополучие. И вот почитала, что нужно именно 7 штучек, вот поэтому взяла 7, я уже поставила его в водичку. Еще купила занавески, но в основном занавески в Икеа идут высотой 3 метра, мне нужно 2,70. И поэтому я уже с утра у нас здесь в соседнем подъезде, здесь ателье, я отнесла. В общем, они мне сказали, вроде бы вечером постараются, чтобы я уже их забрала. Будем тоже вешать вместе с вами. Ну, кое-какие органайзеры взяла, это, наверное, потом уже в следующих влогах я вам покажу. Вот такие вот взяла для ванной комнаты. Потом два вот таких вот взяла. Здесь у меня складные коробки. Потом для документов вот такую я взяла коробочку. Потом вот такие вот две с крышкой. Одну Милане отдам туда в стол, а одну себе. Потому что салфетки вот такие, потом вот такие плетеные. Сейчас хочу я помыть, ну как помыть, освежить вот эти вот цветочки. Все пообрезаю. И потому что все-таки они в магазине, там может где-то падали, пылились, чтобы они у меня были свеженькие. Еще я взяла четыре вот такие вот полочки на стену навесные. Эта серия у них называется Лак. Вот, видите. И я взяла размер 110 на 26. Хотя там есть и поменьше, и побольше. И они есть и в белом цвете, и в черном цвете. Но я взяла вот такой беленый лен, потому что он больше всего нам под мебель подходит. И хочу повесить вот сюда одно. Видите, муж уже стал, ну, начал делать, но ничего не получилось. Потому что я взяла вот эти вот слишком длинные, как они называются, шурупы что ли. Нужно немножечко покороче, они туда в стену не входят. Завтра муж поедет на работу и, ну, возьмет, стройматериалы заедет, возьмет и повесит мне. В общем, одна будет вот так полочка висеть, другая чуть ниже. А еще две я хочу повесить вот сюда. Вот. То есть здесь будет висеть на этой стене одна высоко, а другая вот так вот чуть пониже. И мне кажется, будет как-то поуютнее. Я на полочке поставлю цветочки, свечи. И мне кажется, будет красиво смотреться. Девочки мои дорогие, всем привет! Мы уже выздоровели и чувствуем себя хорошо. Я даже вчера вечером съездила в Икею, выделила время, пока муж был дома. И купила цветочки, кое-какой декор, там органайзеры. Ну, вот я вам немножечко в начале видео показала. И сегодня... А, девчонки, еще хотела вас поблагодарить, конечно же, за то, что когда мы болеем или мы пропадаем, вы никогда про нас не забываете, всегда пишите мне в Инстаграм, Настя, как дела, что случилось, почему нет влогов. Это на самом деле очень-очень приятно. Но спасибо вам за это, нам действительно уже лучше. Сегодня уже все ушли по своим делам. Муж на работе, Милана в школе. Ну, а мы с Софейкой дома, слышите, да? Она болтает. Дочь, можно потише чуть-чуть? Вот, в общем, сегодня решила затеять уборку. Будем убираться, наводить чистоту, красоту в доме. И давайте сейчас я покажу, какой фронт работы меня ждет, что я буду делать. И заодно вы посмотрите, как сейчас все это выглядит и как будет выглядеть после. Начинать уборку буду я с детской комнаты. Сейчас в первую очередь сниму постельное белье. И показываю вам, вот, как есть, без прикрас, потому что, ну, как есть, так есть. Обязательно окна помою, два окна. Сниму вот эти вот занавески. Вообще, я не очень люблю вот эти занавески. У них вот эта ткань органза, она такая жесткая, и они немножко как будто колом, знаете, стоят. Я уже сегодня думаю, почему я им в Икее вчера тоже не купила занавески, а купила только в зал. Можно было какие-то недорогие взять, ну, чтобы немножко обновить. Ну, я, наверное, сейчас их сниму. И вот эти в зале постираю, повешу сюда в детскую для разнообразия. Вот. Всю рассаду я уберу на стеллаж туда, на балкон, потому что теплеть вроде не собирается. Муж мне говорит, по прогнозу еще и март будет весь, снега, холода, и полапреля еще. Поэтому я уже не могу вот это, уже там что будет, то будет. Ну, а здесь все, в принципе, как обычно, пыль протру, полы помою, пропылесосю. И вот здесь вот мне нужно будет тоже зеркала помыть, сверху там протру. В общем, девчонки, обычная уборка. Так, постельное белье я сняла, сняла занавески, занавески уже поставила стирать. И единственное, у меня не открывается вот это вот окно, потому что вот здесь вот сломался крепеж. Это окна, ну, старые, ну, как старые, вот как мы купили квартиру, так они и есть. То есть окна, рамы сами мы не меняли. И вызывали мастера, он сказал, что сейчас вы не найдете вот такой вот крепеж. А то, что туда-сюда мы в форточном режиме постоянно открывали, поэтому он поломался. Вот, поэтому с этой стороны-то, конечно, я хорошо помою, а стою же как смогу. Мыть, девчонки, буду вот таким вот средством. Это фикс прайс, нормально очищает. У меня вот такая вот универсальная салфетка от Фаберлик. И это тоже от Фаберлик для стекол и зеркал. Ну, вот здесь тоже помыла. Вон там, видите, как могла, достала, потому что, знаете, я ненавижу, когда вот это вот грязное. В окно выглядываешь, и на ней какие-то вот потеки, грязь я не люблю. Я даже вот если окна не мою, но иногда открываю окно и вот эту вот штуку всегда вытираю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот, окошки мои чистые. И, кстати, это тоже мне хорошо удалось помыть, хоть оно и не открывается. Потому что это полностью открывается, и у меня туда рука даже в углы хорошо проходила. Просто не стала вам снимать этот смертельный трюк, потому что знаю, что обязательно кто-нибудь да что-нибудь напишет. Поэтому показываю вам уже чистые окошки. Сейчас протру батарею тоже. Кстати, хотела вам показать, кстати, может быть кто-нибудь тоже, как я, например, я раньше не знала, что вот эта вот батарея, она открывается, и можно ее разобрать. Я прям вот так пылесосом там прохожу и протираю, потому что, смотрите, вот видите, не знаю, видно вам или нет, тут прям очень много пыли. И, кстати, девчонки, это тоже мне написало, вот видите, вот так она закрывается, чуть-чуть приподнимаете ее, и вот так. Это мне тоже написала одна зрительница, кстати, когда я убиралась, мыла батарею, и она мне в Инстаграм отправила вот это вот видео. И теперь я всегда вот эту снимаю, вот так пылесосом прям прохожу и протираю тряпкой, потому что там очень много пыли скапливает. Вот, смотрите, поближе вам покажу, вот видите, вот смотрите, вот это все пыль. Видите, сколько грязи. Вот это обязательно нужно протирать, мы ведь этим дышим, тем более здесь дети спят. Сейчас я это все пылесосом пройду и вытру. София говорит, мам, ты что батарею сломала, слышите, да? С девочками поздоровайся. Всем привет. Иди к телефону, там звонит. Телефон? Да, папа, наверное, звонит. Пришлось мне немножко уборку прервать, приезжал наш папа и приделал мне, видите, мои полочки, я его прям очень сильно просила. Вот так вот получилось, и вот здесь тоже, видите, две полочки. Вот, и пока вот он здесь сверлил, здесь пришлось мне вытереть, и сейчас пойдем продолжать уборку. Пока муж вешал полки, я повесила занавески. Почему? Потому что занавески я не глажу, сразу с машинки влажные я вешаю. Потом они немножко, сейчас они немножко мятые, видите, но потом они повисят, обвисают. Ну, если честно, у меня такой утюг, я даже боюсь им что-то гладить. Конечно, есть такие занавески, которые обязательно нужно гладить, там уже никак. Но эти нормальные, они вот день повисят, и завтра они уже будут нормальны. И единственное, видите, они сделаны на тот карниз, который на кухне. Там покороче карниз, нужно сейчас вот там узелки развязать и немножко сделать пошире шторы. А так мне очень нравится, как они здесь смотрятся. По мне так намного лучше, чем зеленые. И у них вот этот шифон, он такой струящийся, мягкий, никак те колом не стоят. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну все, с детской я закончила. Я еще прошла сверху щеточкой ковра, чтобы пыли не было. Обычно так делаю. И сейчас Милана придет со школы, она уже вышла. Она протрет пыль здесь везде. Саму вот эту лестницу, шкаф помоет. Сверху тоже я протерла. Дверь протрет, и все, и будет чисто. И, кстати, кто-то меня спрашивал, помогает ли мне Милана. Да, девчонки, помогает. Но, конечно же, все равно, так как я, во всех углах хорошенько она не моет. Но у нее тоже есть свои обязанности. Она, конечно, тоже сама пылесосит и моет пол. Пыль вытирает, но пока вот так, как я, она, конечно, не делает. Так, смотрите, что у меня здесь. Значит, я сейчас помою дверь вот эту вот полностью. И тоже так же здесь пылесосить нужно. Нужно мыть полы. Здесь тоже так же. И вот тут у меня, в принципе, чисто. Я вчера здесь делала, немножко организацию, порядок навела. Ну, вот тут вот телевизор протру. Это я в шкафчиках самих вытирала. А вот это вот сверху все тоже помою. Вот. Ну, и там тоже на кухне тоже все протру. И, кстати, вот на днях как-нибудь тоже будем внутри шкафчиков тоже убираться. Там делать какую-то организацию. У меня особо организации нет, девчонки. Потому что я говорила, да, уже мы хотим другую квартиру со временем. И, знаете, как-то я не знаю, что будет с этой квартирой. Будем мы ее продавать или будем мы ее сдавать. Ну, и поэтому как-то изначально я не очень хотела здесь делать какую-то организацию. А, конечно же, уже в новой квартире, в нашей большой, я так мечтаю, уже сделаю все как положено. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все, дверь у меня тоже чистая. И, кстати, вот занавески, которые я купила в Икеа, я сейчас с этих петельки сниму. Одину на эти. И буду вешать. А там вот на балконе, я дня 4 назад, когда стеллаж туда переносила, там мыло пол, в общем, мыло окна. Только мою я всегда с этой стороны, с той не мою. Вот год, как мы живем, и всего лишь два раза я мыла с той стороны окна. Потому что это ужасно неудобно. Во-первых, здесь, видите, вот эта перекладина, она очень высокая. То есть стул ставишь, ты не достаешь, и они вот так вот двигаются, эти окна. Это ужасно, девчонки, вообще неудобно. И я их вот только с этой стороны помыла, просто чтобы чисто было, а с той даже не мою. Ну вот, смотрите, повесила я занавески. Мне очень нравятся шторы. Они прям так освежают квартиру, тем более они подходят нам под обои. А вот эта посередине тюль, она очень длинная, видите. Я не знаю, как она так отрезала. И шторы, и тюль были 3 метра. Вот я сейчас даже по кускам смотрю, видите, штору больше она отрезала, чем саму тюль. В общем, не знаю, из-за этого она, видите, немножко тоже топорщится, эта тюль. Вот, ну а так мне, в принципе, нравится. Все равно, когда свежие занавески, что-то новое, как-то квартира сразу освежается. И те шторы у нас были темные, а эти прям светлые, и мне очень нравятся. Сейчас вот там вот тоже на холодильнике немножко приведу порядок, там протру пыль. Протерла вот здесь вот сверху шкафов. Мне надо вот здесь купить вот клеенка ей специальная, которую застилать. Вот что-то я в Икее была, не подумала об этом. Просто я всегда вытираю, как-то не запускаю. А вообще здесь очень несподручно вытирать, потому что вот эта коронка, и руку туда просовываешь немножечко неудобно. Вот в следующий раз поеду, я куплю что-нибудь такое, какую-нибудь клееночку. Вот, ну, типа как здесь. Вот видите, у меня на холодильнике здесь вот такая вот клееночка. Просто она идет не до конца, до половины. Поэтому я сверху еще застилаю вот такие вот салфетки от Фикс Прайс. Зато поднял и чисто немножечко протер. Никакой грязи, никакого жира сюда не оседает. Сняла вытяжку. Вытяжку я всегда мою посудомойки. Сейчас как раз буду включать посудомойку и сразу заодно помою. Она у меня всегда такая чистая. Даже сестра, когда приезжала, говорит, Настя, у тебя такая, говорит, чистая вытяжка. Говорит, как будто ты вообще здесь не готовишь. И все, и вот так вот. И, кстати, шкафы, вот столешницу я мою вот этим Фаберлик универсальным средством. У меня уже прям там совсем на дне. Сейчас забрызгаю смесители, вот этом тоже заканчивается. А плиту буду мыть вот этим Хомстаром. Хорошо он отмывает, в принципе, меня устраивает. В первую очередь сейчас забрызгаю тоже плиту быстренько. Убрала отсюда все зарядки. И у нас, знаете, все зарядки ставят именно на столешницу. Сколько бы я ни говорила, и муж тоже приходит с работы сразу на столешницу. Потому что, ну, в других, другие розетки Софийка достает, вытаскивает. Поэтому все на столешницу стараются ставить. У нас обычно здесь зарядки какие-то стоят. Так, и все вот так вот замылила и оставляю. Все, плита минут 7 у меня прошла. Еще раз вот так вот прохожу. И чистой тряпочкой вытираю. И все, и наша плита. Так, ну, тут смесители тоже я забрызгала. И сейчас вот здесь вот немножечко тоже с этой вот щеточкой от Куберлик я всегда... Потому что там бывает вот вода пропадает. И у нас вот этот вот раковина немножко, чуть-чуть, видать, наклон есть сюда. И вот здесь вот немножко вода собирается. И вот здесь в углах темнеет. Ну, все, раковину я здесь помыла. Сейчас поставлю на место. Здесь у меня для мытья посуды жидкость. А здесь просто жидкое мыло. И взяла вот такую вот губку в Икеа я покупала. Новенькую, старую выкинула. Вот так вот она у меня лежит. И тряпочку вот так вот я ложу. Ну и все, вот смотрите. Все у меня чисто. Я уже мультиварку поставила на место. Сейчас вот эту щетку только наберу. Вот, зато здесь, смотрите, что творится. Я сняла чехлы со стульев, поставила стирать. Занавески сложила вон туда. Сейчас уберу их в шифонер. После того, как я пропылесосила, я немножко набрала воды и прямо на дно ведра, вот водички немножко наливаю. И вот такой вот ваниш для ковров я на глаз наливаю. И сейчас почищу все ковры щеточкой. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас то же самое сделаю здесь. Пройдусь пылесосом. Вот этот стульчик я сейчас складу и уберу на балкон, потому что София на нем особо не сидит. И вот здесь тоже быстренько пройдусь, все протру. Продолжение следует... Так, ну все, уборку я закончила. Пыль я тоже везде вытерла. И вот, смотрите, хотела вам показать, как я оформила свои полочки. Здесь у меня, видите, еще получился... Сейчас я на диван встану. Еще один вот такой вот букет. И здесь я поставила свечи. И, видите, взяла вот такую вот вазочку. Сейчас весна, потом можно и фрукты положить, и что-то еще. И будет очень красиво. Свечи все взяла ароматизированные. Я очень люблю ароматизированные свечи. Вот именно если просто свеча горит, мне не очень нравится. А вот именно она, если издает какой-то аромат, сразу такой уют придает какой-то. Поэтому я взяла все свечи ароматизированные. Здесь у меня вот такой вот фонарь для свечи. Можно будет вечером зажечь свечку, и будет очень красиво смотреться. И вот такие вот... Это ароматизатор тоже очень приятный аромат. И вот эта вот свечка, она вообще, девчонки, она обалденно пахнет. Это лаванда. Она очень такая солидная и красивая. И в подарок бы ее было бы очень круто даже подарить. Но она прям очень-очень вкусно пахнет. Она, видите, еще у меня закрытая. Девчонки, аромат обалденный у этой свечи. Они были в трех видах, кажется. Вот такое вот лаванда, черная вот такая вот тоже что-то, и зеленая. Но я вот все ароматы послушала, и мне больше всего понравилась лаванда. Ну, пока она у меня вот так вот просто стоит здесь. Так, здесь у меня салфеточки вот такие вот тоже я взяла. Ставить буду вот такие. И вот такие вот весенние. И это тоже идет дофта. Это тоже ароматизатор ягодный. Ну, сейчас вот на ту полочку перейдем, я вам тоже покажу. А здесь просто у меня вот такая вот коробочка. Видите, Милана нарисовала сюда цветочек вот такой вот. Ну, не знаю, мне очень нравится. Вроде бы две полочки, а сразу какой-то такой уют. И как-то квартира преобразилась прям. И теперь смотрите вот здесь. Здесь я, видите, поставила пионы. Но я могу иногда менять эту вазу. Допустим, ставить ту вазу сюда, а эту ставить обратно. Я, в принципе, специально так и брала. Хотя вот та вазочка, именно как кувшин, она тоже очень красиво смотрится на столе. И взяла здесь, видите, вот такие вот салфетки плетеные, круглые. Мне очень нравится. И здесь у меня вот так. Вот этот бамбук я еще не решила пока, куда я его поставлю. Может быть, вот сюда наверх поставлю. А вот эти цветочки, наверное, на подоконник в детскую пойдут. Вот, видите, я специально для них горшок купила другой. Вот, а здесь у меня на полочке вот что. Смотрите, видите, здесь тоже я поставила вот такой вот горшок плетеный. Это искусственная фейка. Чтобы вот плетеное сочеталось вот с этими салфетками на столе. Вот. И здесь вот этот вот ароматизатор доска, который там ягодный, я вам показывала. Это персиковый. Он обалденно пахнет. Я просто, видите, купила вот такую вот вазочку и туда его насыпала. Это тоже вот такой вот подсвечник. Вот тут маленькие свечи вот такие вот. Тоже ароматизированные я взяла. И здесь вот такой вот цветочек у меня. И вот такие вот салфеточки. И там тоже одна свеча. Но еще я там что-то поставлю. Ну, как-то так, девчонки. Ну, мне прям очень нравится. Сразу стало уютно. И действительно по-весеннему так, как я хотела. Ну, и показываю свою ванную комнату. Что я хочу здесь делать. Ну, здесь все, как обычно, помою. Смесители, ванну, раковину. В общем, все помою. Хочу поменять вот эту вот занавесочку. Повешу светлую. И там вот, может, цветочки поставлю. Посмотрим. И вот эти вот, наконец-то, девчонки, я поменяю. И вот эти вот коврики ванной. Так они мне не нравились. Еще я его запорола. Вот тот вот, который получше, я сейчас постираю их обои. Я постелю здесь, около двери можно постелить. А этот можно постелить за дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, уборку я закончила. Сейчас я на паузу нажму. Ну, сейчас, смотрите, вот так вот я украсила здесь немножечко. Цветочек поставила. Здесь вот такой висячий цветочек. И там у меня свеча была. Поставила ароматическую свечу. Ну, вот тут занавесочка. И самое главное, девчонки, смотрите, они такие классные. Такие мягкие-мягкие. София сюда пришла и отсюда выходить не хочет. Я говорю, дочь, выходи. Она говорит, нет, здесь клево, а там не клево. Говорит, я буду здесь сидеть. Вот София, как всегда. Сейчас у меня достирается стирка. Поставлю вот эту занавесочку стирать. И все. Вот, смотрите, и в коридоре, видите, я постелила. Это у меня мусор. Потом попозже отнесу. Вот этот коврик я постелила сюда. А вот сюда за дверь я постелила вот этот коврик с фикс-прайс. Помните, который я покупала? Вот. А вот такой второй коврик я постелила на балкон. У меня ведь там сушилка стоит. Я когда сушу, там пол холодный. А это раз на коврик встал и хорошо. Ну, в общем, все, девчонки, сейчас я дверь закрою. Единственное, сейчас вот эти вот у меня чехлы высохли уже. Тихо, София, дочь. Сейчас я одену на стулья их и все. В принципе, у меня все чисто. Миланка уже поставила там воду. Сейчас сварим макарошки. Сделаю быстренько подливу. Вот. И знаете, кстати, хотела сказать, от всех вот этих вот свечей, ароматизаторов, в такой идет, девчонки, аромат. Прям в квартире так приятно пахнет. Девочки, и на этом я буду закругляться, заканчивать этот влог. Не обращайте внимания на мой вид. Это, понятное дело, после уборки. Вот. И хотела вам сказать, если вы вдруг еще не сделали весеннюю уборку, то обязательно делайте. Как раз сейчас самое время, потому что, девчонки, кто, если не мы, создаст в наших домах, в наших квартирах уют? Я вот, например, вообще, я домохозяйка, считаю, я большую часть нахожусь в доме. Я очень люблю свой дом. И когда я вот делаю какую-то большую такую уборку, просто что-то в квартире меняю, мне прям очень нравится, и мне поднимает это настроение. Поэтому, девчонки, убирайтесь, если еще не убирались. Ну, а я буду с вами прощаться. Увидимся с вами в следующем влоге. Всех вас люблю, всех целую и всем пока-пока.